В эти выходные в Челябинском государственном драматическом камерном театре пройдет премьера спектакля по постмодернистскому роману Виктора Пелевина в постановке Ларисы Александровой, которая называется «Generation P». Это уже четвертая постановка режиссера в камерном, и уже сегодня можно предположить, что ее ожидает успех. Да, Марина? Огромный, конечно. Я же там играю. Но более подробно мы об этом поговорим с нашим гостем. У нас в студии режиссер, хореограф, лауреат премии «Золотая маска» Лариса Александрова. Доброе утро. Доброе утро. Лариса, ну, рассказывайте, на репетиции нет времени с Мариной, поэтому пришли, собственно говоря, сюда и репетировать. Нет. Ну, вообще, на самом деле, это, насколько нам известно, первая постановка вообще Пелевина. Почему такой выбор? Нет, Пелевина не первая постановка. Именно «Generation P» романа. Она, да, это первая постановка здесь, в Челябинске, в камерном театре. Почему такой выбор? Почему такой выбор? Ну, во-первых, это произведение культовое абсолютно. Во-вторых, то, что Пелевин написал еще в конце 80-х, начало 90-х, эта ситуация все больше и больше сейчас проявляется в нашей реальности. И от этого, конечно, становится все страшнее и страшнее. У нас доброе утро, если что. Доброе утро, но, да, не очень. Я вам немножко подпорчиваю, конечно. Вот, если вы меня будете спрашивать, о чем спектакль, то это как бы не радостно все. Расскажите нам, на самом деле, как проходят репетиции и как вам работается. Я так понимаю, что будет задействован весь состав, ну, практически весь, да, камерного театра. Да, там, за исключением нескольких человек. Работается, как всегда, замечательно, потому что я уже не первый спектакль. Лариса, а уже как режиссер ставит у нас четвертую постановку. Что Ларису так привлекает в нашем театре? Что привлекает? Ну, уже практически дом родной. Не знаю, труппа, атмосфера, все настолько, как бы, мое родное и близкое, да. И я всегда ощущаю, что работаю с единомышленниками. Да, но вот я вот сейчас поддержу Ларису. На самом деле, это замечательный режиссер в том плане, что все то, что она предлагает, это все настолько интересно и, можно сказать, так, знаешь, крышесносно. Да, всегда все по-новому, всегда очень интересный взгляд на какие-то обычные, обыденные вещи. Вот, Лариса, скажи, пожалуйста, вот Вавилен Татарский, главный персонаж нашего спектакля. Ну, я буду говорить нашего, потому что я там тоже принимаю участие. Да, вот Дмитрий Крупкин его играет. Вообще были какие-то сомнения или вот сразу конкретно Дмитрий Крупкин? Сразу Дмитрий Крупкин. Ну, опять же, потому что не первый раз. Я уже знаю актеров, и он же у меня играл главную роль там в спектакле. Да, во всех он, собственно говоря, играл, в частности, вот «Школа для дураков». И я поняла, что, как бы, это единственный вот претендент на эту роль. А вот кому все-таки адресован этот спектакль? Молодежи или вот поколению? Ну, прежде всего, конечно, поколению, которое вот, как бы, становилось, да, мужало и развивалось вот в эти годы, как раз в 90-е, да, это период политических и экономических реформ в стране, да, и, ну, конечно, они самые первые люди, которым адресован этот спектакль. Но я думаю, что, как бы, вообще всем, и особенно, ну, собственно, и молодым, сегодняшним молодым, да, которые этот период не застали, тоже будет интересно это посмотреть. А вот чем вы вот так вот раз и привлечете? Чем? Ну, вот что-то режиссер же всегда, мне кажется, должен какую-то свою нотку внести. Вот что у вас будет, какая изюминка будет? Наша декорация, наша изюминка. Ну, у нас много изюминок, на самом деле, но не только декорация. Это актеры, которые замечательно не только играют, но и поют, и двигаются, не побоюсь этого слова, танцуют. Как хореографы. Да, это такой синтетический спектакль, который в себя включает и драму, и музыку, и хореографию. И это прекрасное, ну, я даже не говорю о том, что это тексты Пелевина, которые замечательные, актуальные сейчас, и музыка Бориса Гребенщикова, который поет артист, песни Бориса Гребенщикова и тексты его. Все, мы ждем, в общем, когда же выйдет спектакль, и мы готовы прийти и поддержать, собственно говоря, и нашу коллегу тоже. В пятницу приходите на сдачу. Вот, хорошо. Мы говорим огромное спасибо. Напоминаем, что у нас сегодня в гостях была Лариса Александрова, режиссер спектакля Generation P.